Всем привет дорогие друзья! Ну что ж, мы объявили и оставили войну и теперь надо показать на что способен Карл Франц и может быть даже опередить вот этих вот зверолюдов. Они тут стоят налетом А, мы пойдем нападением Магрита должна пасть. Автобой показывает что мы проиграем скорее всего это сражение, потому что враги превосходят нас числом и силой. Но мы-то знаем, что на самом деле Карл Франц может одержать победу И пусть это будет не очень легко, но тем не менее силы у него на победу над врагами есть Может быть попробовать какую-то новую тактику сегодня? Если успеем изобрести исходя из того, какой рельеф нас ожидает на поле боя Может и попробуем Наша артиллерия должна отработать по полной Правда и вражеская артиллерия будет работать по нам Так что потерь по-любому не избежать Единственное, чего я боюсь, что это не все силы и стали, так как они шестая сила Мы-то знаем что такое большая сила нынче Так, с Ctrl 5 Ctrl 4 Это у нас будут смертники Еще одни смертники Ты тогда отойдешь чуть-чуть подальше Часть армии я думаю мы спрячем в лесу чтобы на них не пришелся удар Может даже арбалетчиков спрячем Подведем их только в самый ответственный момент Не знаю как поступить с кавалерией тоже ее спрятать что ли Назначить им к примеру Ctrl 6 В общем-то В общем-то В общем-то В общем-то Я готов Давай-давай-давай-давай Обстрел по врагу Ты давай пробивайся Вы Давайте тоже неситесь на всех парах Вас поставим где-то здесь И сейчас будем смотреть где вражеские силы находятся Где их стрелки А ну Карлуша иди сюда Надо в первую очередь контроль над стенами взять Там внизу нас тоже будут ожидать разные сюрпризы Но стены надо взять под контроль и башенки Так что ползем Я конечно понимаю что они скорее всего смертники А ну помочь разбивать остальных наших не видят Сейчас надо убедиться что нашу артиллерию не атакуют Ты даже наверное иди сюда пусть тебя лучше атакуют Артиллерия должна выжить Давайте как-то вот так вот поставим и как-то вот так вот сделаем Будем следить чтобы по нашим не вели огонь О Ну правда они на стенах кого они там могут обстреливать если сюда если их самих обстреливают Тихо 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 нам главное сюда зайти О вот эти вот обстреливают гады а ну капец Куин Веди огонь вот сюда Давай куда-то вот сюда огонь Отвлечение сделали отлично Наши пробили ворота Могут атаковать Могут но стоит ли с допель золь днерами сражаться Мечников можно послать Так здесь мы себя обеспечили Крутое прикрытие Это может сюда пострелять Врага мы прогнали Давайте закидывать куда-то сюда тоже все Ну че Карл у тебя получается здесь сражаться Ладно давай Заходим 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 ты давай вот сюда Тут у нас просто жуть творится бедные копейщики я им сочувствую что им так пришлось блин что-то мы своих больше прожигаем чем врага хотя и врага тоже жжем да 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 собирайтесь собирайтесь кучкой да приказы помощь не 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 прожгли но своих больше уходите А ну, стрелочки мои Быстро на стены Такс, я думаю, можно заводить флагеллянтов Следующий этап, начинать атаки Давай, тут они что-то как-то слишком долго стоят Тихо, 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 тихо А ну, помоги Кавалерию сюда Карлуха, восстанавливай моральку Боремся с врагом Где тут собираются основные силы? Куда ударить? Давай вот сюда ударим Тут и так мы всех напугали Ну да, и что же ждать-то? Заходим Кто там нас обстреливает? Какие гады? Эти побежали Давай, Карлуха, сюда Деппельзоднеры в погоню Ой, эти наши Риксгвардия Нашим-то в спину не настреливайте Не знаю, убить вражеского полководца Наверное, надо Да, они поплатятся Ой, бедные мои войска Бедные мои войска Много тут поляжет достойных парней Просто последний рывок Слами их Слами, 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 слами Вау А кто тут у нас? Тут еще у нас целая возня Карл, тебя сюда Гаденыши По-моему, это победа Победа Значит, делаем вот так вот Восстанавливаем Карлу его здоровье Есть И заканчиваем бой Ну что ж, давайте посмотрим Какими силами и потерями мы отделались 846 на Незначительная Да неужели? Как это может быть незначительной победой? Объясните мне Но денег нам отсыпали хорошо Разграбить и занять 10 тысяч получим Давайте Два отряда потеряли Плоховастенько Плоховастенько Хотя у нас тут есть капитан Который готов Готов, готов Присоединиться к армии героя Давайте хотя бы его подведем Посмотрим, может, какую легендарку Да, мечников можем вернуть Возвращаем Я не знаю, стоит ли нам сидеть в городе Или может выйти из него Как бы Где армия врага Не ясно Близко она, не близко Батяня, что у тебя тут есть? А ну-ка расскажи Ты у нас хорошо одет Меч кровопролития Доспехи А что нам за это сражение Ничего не дали? Просто какой-то Наглость какая-то Не находите ли Дорогие мои друзья Что это просто какая-то Наглость И что у нас тут есть? Ой, а вещи у нас тут фиговые У нас тут железный рудник Отстроен Постоялый двор Я думаю, что Вот это мы Не ремонтируем Это мы разрушаем Вот это мы не ремонтируем Это мы разрушаем И вместо двух разрушенных построек Отстроим стены И наверное вот это вот дело Да фигня какая-то Четвертый уровень Классно Хорошо захватили Ладно, Карл Франц Теперь твое дело Восстановить силы Обязательно И быть готовым Идти воевать дальше Часть отрядов мы потеряли Но не жалко Учитывая, что мы теперь Можем нанимать Доппельзольднеров И Рейксгвардию Мы же не потеряли Рейксгвардию Нет, не потеряли Вроде все в порядке Самое главное Что артиллерию сохранили Что ты будешь качать Вдохновитель Авторитартовый вдохновителя Мы тебя конечно тоже будем Внедрять в войска О, у нас тут восстание Неужели Фолькмар сможет взять Свою тачанку-колесницу Кажется не сможет 15 уровень Это нам Это мы берем еще Великий Огонь Души И только потом Воинский Алтарь Сигмара Хорошо То есть до выполнения задания Нам остается совсем Чуть-чуть Плюс мы сможем сейчас По-моему Ограбить Тролли Фьорд И получить еще один жад Бальтазар Гельт работает на износ Добывая в казну Золото с севера Уплывай А так тоже никуда не поплывем Никуда Ладно Без проблем Переживем это дело Кстати Дружище Нам нужно отправиться Куда-то вот сюда Ведь здесь же находится Форт Якова Так что давай Тебе чуть-чуть осталось Я в тебя верю Что на пути тебе не встретится Никакой скелинг Варк Ты сможешь все преодолеть Думаю через 3-4 хода Мы Выполним то Что от нас требуется И давайте Посмотрим на Риски восстаний На следующем ходу Восстание будет здесь И видимо на следующем ходу Восстание будет здесь Изменить это мы можем Правда если мы попытаемся Это изменить То все Больше восстаний не будет Спадет модификатор Так что наверное Менять не будем Допустим ты у меня сможешь Повоевать и здесь И здесь Вы же мой горсель Осаждать не смеете Я надеюсь И даже думать В эту сторону не смеете Ну что Настало время Тратить наши деньжата Идем значит сюда Ставим значит моего Такого проверять документики Сметы считать Денежку И он сразу находит Где пытаются Поставщики материала Обмануть великую империю Карла Франца И такой раз А ну ходи сюда А тут у тебя цифры не сходятся А ну давай дружище Правильно посчитаем И проверяем хаос Не воюет ли он с кем-то Войны хаоса С кем ведете войну Вампиры Зеленокожие Бретонцы В общем все в порядке Ни с кем особо не воюют И это Отличненько Что мы делаем Остаемся возле Альдорфа Или подстрахуем На случай Восстания Ему бы хотелось Повоевать И с другой стороны Возле Альдорфа Тоже хочется Присутствовать Пока хаос Тут присутствует Здесь Восстания Не прекратятся Можно конечно Рвануть Горселю А можно не спешить Так секундочку Друзья Все друзья Я снова с вами Так для вас Это конечно Была секунда А для меня Определенный перерыв Который отвлек меня От планов А планировать Свои дальнейшие Действия Я люблю С тобой мы Все порешали Что же будешь Делать ты Ты ждешь Восстания Подле Бастони И это понятно По другому И быть не может Я просто боюсь Отводить от Альдорфа Вот этого Нашего героя Хотя если бы он К примеру Врубил марш То на следующем ходу Он бы мог Повоевать С Паровонским Восстанием Но если бы он Перешел к Бастони Или на территорию Бастони А смог бы он Повоевать Вот в чем вопрос Может не имеет Смысла его Туда гнать И так тебе будет С кем сражаться Давай попробую Я не знаю То ли находиться Возле Альдорфа Правда Смысл тебе Находиться Возле Альдорфа То ли Кемпербат Колонизировать Ладно Смысл есть Чтобы Альдорф Не осадили И мы Смогли Приспокойненько Отстроить Здесь Эту построечку А также Я хотел Своим Геройчиком Кого-то убить Так Если я хочу Убить со скидкой То ты должен Идти сюда Шанс Маленький Убийство Это потому Что он уже Успешно Убивал На прошлом Ходу Ладно Тогда Тогда Оставайся Все тут же Просто работай А тобой Мы получается Лишнее движение Сделали Иди вот сюда И будь готов Хотя Ускоряется Время восстания В Мариенбурге Интересно Ты мне тут Даешь Сборщик Пошлины Есть Да Дает мне Неплохой Буст На сборку Пошлин Дружище А как у тебя С пошлинами Может у нас Где-то появилось Еще что-то Шанс получить Магический предмет Плюс 8 На Держи Получай Магический предмет Ну раз и ты У нас Ничего не делаешь Мы никуда Не побежим Значит Переходи сюда И давай Влияй на рост Такое впечатление Будто мы стали На границе Чужой Чужой Ааа Слушайте Проблема в том Что без него У нас и восстановление Очень плохое Идет Сможем ли мы Дать бой Хаосу С таким плохим Восстановлением Или мы сейчас Постоим Алибарды Понанимаем Пока что Кстати А что если Хаос сагрится И попробует Опять его ударить А мы опять Отступим К примеру Сделаем так Будто мы Нанимаем Три отряда Алибард И на самом деле Будем приманивать Хаос сюда Таким образом Магриту мы Захватили Все с постройками Здесь оформили Сбор налога Здесь мы Следим за Восстаниями Наши герои В действии И есть еще Один герочек Которого нужно Перевести Вот сюда Строительство У нас будет На следующем ходу Кое что Мы уже начали Строить Помним 44 тысячи Это конечно Огромная сумма В казне Но на самом деле Это мелочи По сравнению С тем Сколько нам еще Придется потратить Так Никто Нашей Хаоситской Брате Не угрожает Значит Значит Проблем не будет Ну что ж Держим кулачки За то Чтобы у нас Все получилось Напоминаю Нам нужно Как можно быстрее Да ну ты Даешь Просто издеваешься Блин Взяли И Горселя Садили Там Восстание Тут Гномики Бегают Чего Чего Наши войска Заблудились Было ли это Следствием Коварных Интриг Серой Магии Или Простой Некомпетентности Уже не имеет Значения Воинам Придется Потратить Время На то Чтобы снова Найти Дорогу А почему Именно Ты И Три Восстания Я так Понимаю Заблудились Вот эти Вот Ребята И Дальность Перемещения У них Снижена Показывалось Вроде Талапхейм Военная Неудача Дальность Перемещения По карте Компании Минус Пятьдесят Дисциплина Дисциплина Минус Три Хода Но показывают Именно Талапхейм В смысле Как провинцию А этот Как перемещается Так и перемещается Не Именно ему Выписали Это дело Ну Ну Видимо Ладно Все равно Будем надеяться Что справимся От чертяки Придется Вас разгонять Тут Именных Отрядов Нету Нету Можно Спокойно Объединять Есть Один Отряд Сэкономили 17 из 20 А ну Пошли Вон Отсюда Заразы Хаоситские И с кем Же нам Воевать На кого То надо Напасть Либо На вот Этих Либо На вот Этих Давайте Выберем Кого Мы В случае Нападения Не уничтожим Большая Больший Шанс Что в случае Нападения Мы не Уничтожим Именно Вот Этих Парней Так что Стремительный Удар И в Атаку Ну что ж Фолькмар Мне кажется Что после Этого Боя Тебе Предоставят Класснючую Такую Повозочку С помощью Которой У тебя Появится Доступ Скорее Всего Либо К легендарному Сражению За артефакт Который Нам еще Общественного Порядка Придаст Либо Еще одно Задание Которое Потом Нужно Будет Выполнить Вот только Я не помню Это к посоху Повозка Нужна Или к чему-то Другому Хотя Спешите Торопить Время Не будем Все Мы Это Узнаем В любом Случае Фолькмар Сейчас Просто Купается В том Ради Чего Он Есть В сражениях С хаосом Хасид 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 Армии Еще и войска Подрулили Неплохие Так Салибарды У нас Есть Ну Супер Тогда Особо Не Мудрствуем Начинаем Сражение Я думаю Даже Никаких Особых Построений Не будем Делать Фолькмар Сейчас Своим Колечком Ударит Убьет Одного Из Агентов Точнее Огненным Шаром Так Сану Ка Давай Не Убили Но Так Хорошенько Поранили Припугнули О Огонь Души Хитрая Такая Штучка Которую Можно Использовать Против Врага Серьезно Враг Прямо Огрызается Магией Что нам Нужно Чтоб Враг Быстрее Обратился В бегство Наверное Как-то Повлиять На Ай Блин Агента Забыл Поставить В армию Будем Немножко Слабее Почти Трупы Мне Жаль Что вы Так Действуете Хотя Чего Уж Кривить Душой Иди Вот Сюда Так Отойдем Чуть Чуть В общем Какую хитрость Я хотел Применить Вот Такую Вот Попробуем Их Немножко Задержать Вряд Ли Они Решатся Видите Расходятся В разные Стороны В том числе Отступают Назад Просто Замечательно Что мы Если Заставим Еще Отступить Но Не Убил Теперь Надо Уйти Отсюда Тихо 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 Я Ухожу 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 А Вырывайся Серьезно Теперь Уходи Пока Наши Алебарды Будут Держать Противника Мы Попытаемся Убить Вражеского Лорда Ну как Чем Быстрее Мы Убьем Тем Быстрее Побегут Все Остальные Добей 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 А Так Лорд Вроде Готов Бежать Хорошо Теперь Как Заставить Побежать Остальные Войска Может Смерть Лорда Поможет Или Заход И удар С тыла Я думаю Они его Расстреляют Давайте Наверное Попробуем Удар С тыла Потом Еще Вот Эту Шнягу Должна Сработать И Обрушим Мораль Этого Отряда Вставай Давай Давай Продавливаем Мораль Нет Блин Восстанавливается Да Что У тебя С Дисциплиной Такое Крутое Что Ты Никак Бежать Не Хочешь Давай 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 Я в тебя Верю Побежали И Победа Все Заканчиваем Битву Иначе Иначе Вражеской Орде Каюк 134 Воина Потеряли Мы 54 Воина Потерял Враг Агенты Как всегда Останутся Живы Ну и Ни один Из отрядов Окончательно Уничтожить Нам не удалось Самое Главное Что Теперь Они Не будут Испытывать Такой Уверенности И Наверное Не Попробуют Осаждать Горс Только Не Говорите Что Нам Не Хватило Чуть Чуть Уровня И Ударить Этих Мы Уже Не Можем Давайте Где-то Возле А где Мы Станем А Нигде Мы Не Станем Я Про То Чтобы Стать Возле Горс Иначе Они Могут Собраться И Атаковать И Попробовать Уничтожить Моего Героя Я Так Конечно Напал Если Я Отступлю Сюда Они Попробуют Меня Все Равно Закрыть Интересно Как Далеко Вы Дойдете На Марш Понятно Тут Вся Область Покрытия Если Отступлю А я Сюда Не Могу Отступить По сути Единственное Что я Могу Сделать Это Спуститься На Воду Чтобы Чтобы Обезопасить Себя Да Сложное Решение Как же Тут Взаимодействовать Чтобы Не Проиграть И Давай Дружище Тебе Пора В Армию Кстати Может Вернуться На Берег Ай Уже Не Вернулся Блин Надо Было Агента Просто Поставить Мы Успели Восстановить Наши Силы И Враг Не Решился На Нас Напасть И Спугался Рогатая Жаба Че Ты Не Догадалась До Такого Простого Решения Че В Альдорфе Мы Получается Можем Теперь Грандиозно Выстроится Ты У Нас Продолжаешь Давать Здесь Скидон И Значит Наша 51 Тысяча Теперь Пойдет В Строительство 6300 10 Ходов 6300 Еще 10 Ходов 10 С Половиной Тысяч 12 Ходов Ну Конечно же Артиллерия Как Мы И Должны Были Сделать Все 24000 Большую Часть Суммы Мы Потратили И Теперь Скидочник Переходит В соседнюю Провинцию Будет Давать Скидки Наверное Уже Где-то Здесь Карагзифлини Потом Дальше Дальше По ходу Следования Вот тут Главное Не забыть Чтобы Прокачивались Агенты Так Мы Получается Чуть Профукали Момент И Пожертвовали Прокачкой Агента И Сюда Дружок Дальность Перемещения По карте Плюс 6% Это Хорошо И Куча Народа На Общественный Порядок Нам Была Дана Стремительный Удар Отлично Хотя Наверное Стремительный Удар Можно Было И Не Брать Мы В любом Случае В любой Момент Могли Бы Взять А Угроз Для Этого Героя Меньше Лучше Было Бы Взять Распорядителя Чтобы Сделать Скидку На Содержание Таким Образом Увеличить Наши Доходы Хотя Бы На Каких То 200 300 Монет Уже Было Бы Хорошо Так Добежать До Этого Восстания Мы Не Сможем Прям Так Быстро Но Сможем Стать Где То Здесь Здесь Восстания Нету Здесь Плюс Пошли Здесь Восстание Усмирилось По Чуть Чуть Марьинбург Следующее Восстание Может быть Там Но Тоже Очень Нескоро Ой Дружище Ты получил Пятый Уровень Стоимость Найма Минус Три В этом Регионе Что ж Может тебя На коня Поставить Хотя Конечно На коне Ты Никакой Особой Роли Не сыграешь Помним Куда Мы Его Качаем Наверное Защитник Вдохновитель Потом Живой Пример Или Что-то Подобное 20 Из 20 Почти Восстановлен Давайте Восставашки Разобьем О Доспехи Хорошо Зайдут И у Карла Франца Есть Плюс Еще Один Уровень Что Тебе Снабжение У тебя Прокачано Мы Тебе Можем Огонь Души Дать И Ауру Вкачать Больше А вот Карл Франц У нас По-моему Сам Луженую Глотку Прокачивает Добьем Это Восстание До 34 Уровня Карлу Францу Далеко До 17 Этому Тоже Далеко А вот До 6 Вот Этому Рукой Подать Общественный Порядок У нас Хороший Ну что Может Встретим На поле Боя Армию Либо Отойдем К Магрите Магриту Нам Надо Защитить Им Либо Вот Так Вот Идти Вся проблема Знаете В чем Заключается В том Что Эти Ребята Могут Быть Непостоянными Они Увидели Что Мы Бросили Поселение И Напали На Него К Примеру Мы Потеряем Поселение Хорошее Поселение Давайте Начнем Отстраивать Стены В нем Цех Ткачей Пока Что Вот Это Вот Оставим Потом Когда Пятерка Избытка Будет То Построим Либо Часовню Либо Здесь Есть Архи Экклизи Астей Мир Мидии Общественный Порядок Плюс Пять Общественный Порядок Плюс Один Из-за Стабильности Власти Вся Фракция Круто Ранг Нанимаемых Героев Плюс Два Для Воинов Жрецов Вся Фракция Еще Плюс Два Офигеть По-любому Надо завладеть Этой Постройкой Что У нас В Билбали В Билбали Наверное Либо Сады Либо Цех Ткачей Может Быть Гномы Если у нас Будет больше Ресурсов Но пока Что Конечно Гномы Относятся К нам Очень Плохо Так что Наверное Цех Ткачей Строим Билбали Вряд ли Какая-то Опасность Угрожает Мы можем К Магрите Отойти Стать Буквально Рядом Чтобы Восстановить Войска Пусть Эта армия Продолжит Свой Ход Явно Они хотят На нас Напасть Если Нападут Мы их Разобьем Тогда Спокойно Автобара Сможем Отойти А в Магрите Стены Будут Построены Чуть Позже Либо Раз уж Мы так Боялись Могли Бы Напасть На Малогора А потом Отступить К Магрите Хотя Тоже Знаете Как Нападаем На Малогора К примеру Теряем Большую Часть Армии И потом Воевать С полным Стэком И столицев Не очень То Хотелось То есть Надо Как-то Распределить Вражескую Нагрузку Так Чтобы Быть Готовым К сражению А не Провоцировать Его Тогда Когда Сам Ты К нему Не очень То И готов Так Дружище Давай Иду Сюда Давайте Проверим С кем Воюет У нас Хаос Я Постоянно Это Проверяю Потому Что Для Меня Это Очень Важно Отлично Вроде По Близости Врагов Хаоса Нету Ты По Моему Можешь Уплывать Отсюда Так Что Давай Будем Искать Новое Поселение Которое Разграбим Ты Остаешься На месте А что Делаем Тобой Кстати Героя Наверное Какого-то Вражеского Можно Уже Убивать Например Тебя Полный Успех Ну и Отлично И Новый Уровень Инспектор Доход От всех Построек Плюс 15 Этот Регион Его Бы И в Стойкость Прокачать На Случай Если Его Убьют Ну давайте Инспектор Ему Закроем Потом Вернешься Сюда Выстроим Вот это Дело И Выстроим Вот это Дело Чтобы Была Защита От Возможных Врагов Можно Попробовать Кстати Засаду Сделать Скеллингом Если Они Сюда Приблизятся Все Равно Заняться Нечем Хотя Учитывая Учитывая Что Враг Может Развернуться И Попробовать Осадить Альдар Но Приманить Ворду Хаоса Тоже Хотелось бы Так что Наверное Давай В засаду В засаду Восстаний Нету Войска Контролируют Фронты Скидочники Дают Скидку Вы видите У нас 19 тысяч Осталось И прирост Не такой уж Большой А строительство Еще на Многие Многие Тысячи И прям Хоть Бери Передавай Хоть Дальше Готовы К передаче Готовы К тому Что Случится После Меньше Всего Я хочу Чтобы Мне Сейчас Какие Так Гады Попробовали Объявить Войну С Горселя Вроде Осада Спала Враг Отошел Пытается Восстановиться Боится Нашего Воина И полководца Да Искренне Поверил Что Не увидят Но увидели И разоблачили Так Не нравится Мне Что гномики Здесь держат Армию Может Захотят Напасть На исталью Не нравится Мне И то Что Я не вижу Эсталийской Вражеской Армии Вообще Думал Что Все Будет По Другому Ну Да Ладно Почти Восстановились Почти Восстановились Почти Восстановились Почти Восстановились Хорошо Друзья Все Остальное Мы уже Будем В следующей Серии Решать Самое Главное Что Мы По чуть Чуть Достигаем Намеченных Целей Карта И особенно Наши западные Владения Окрашиваются В цвета Обладания Нам осталось Последнее поселение Чтобы завершить Войну с Эсталией И отправиться Домой Домой Далеко С запада Мы перейдем В Рейкланд И здесь Карл Франц Будет следить За колонизацией Миденланда Или возможно Поучаствует В войне С гномами Узлами На башке Графствами Вампиров Или зеленокожими Скейлингами Или варгами Бретонии Или Артуа Врагов Будет Предостаточно Скорее всего Если все будет В мире То Карл Франц Пойдет на Артуа Захватим Еще этот кусочек С Бретонией Посмотрим Какие будут Отношения К тому моменту Потом Выполним Задание На легендарные Вещички Проведем Бои За легендарные Вещички Поднимая Уровень Наших Основных Лордов Бальтазар Гельд Продолжит Грабить Север Когда он Дойдет До крайней Точки Будет Возвращаться И просто Разрушать Поселение Уничтожая Возможности Скейлингов И варгов Нанимать Большие Сильные Армии Содержать Ну а Все остальные Так как Восстание Не предвидится И не предстоит За общественным Порядком У нас такой Контроль Что просто Жесть Будут Участвовать Либо в Колонизации Либо мы Действительно Нападем На узлов На башке И отнимем У них Штирланд Пока Они так Будут Добры Колонизируют Мы этим Воспользуемся Но я надеюсь Что они Продолжат Колонизировать И Талабекланд И Хохланд И Остланд И Миденланд Нордланд И таким образом Нам помогут Все друзья Оставляйте ваши комментарии Ценные советы Мысли Названия Отрядов Именных И Не забудьте Вы можете поставить лайки Подписаться Следующая серия Будет В следующий день С утра Или днем Как обычно До новых встреч Продолжение следует...